Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Июль традиционно, это время заготовок. Вот сейчас я показывала вам дегустацию вот этих томатов. Конечно, после того, как я уберу семена, такие вот вкуснющие томаты выбрасывать я не буду. Буду делать с них заготовки. И самое лучшее применение для резаных томатов, это заготовки вот такие вот в баночках, в смеси. Я сейчас расскажу вам быстро. Вот это кубанский салат у меня очень быстро делается, очень просто, не надо ничего вымешивать, вымерять. Идеальный вариант для работающих, для занятых и для начинающих, кто еще никогда не занимался. Готовлю, как всегда, вот по своей старинной книге «Русский дом» более 30 лет. Актуальности не теряют эти рецепты. И вот в разделе, где написано «Овощные смеси и приправы», тут очень много простых рецептов, ну быстро, которые делаются. Вот смотрите, вот кубанский салат. Написано, сейчас, подождите, я приближусь, чтобы вы могли потом почитать. Написано, в произвольных количествах взять красные твердые помидоры, нарезать их дольками, красный сладкий перец на мелкие кусочки, добавить один горький перец и свежие огурцы, все. Посолить по вкусу, наполнить пол-литровые банки, залить кипяченой водой, добавить одну чайную ложку столового уксуса, накрыть крышкой, стерилизовать в кипящей воде 3-5 минут, закатать, перевернуть до остывания. Я расскажу, какие изменения сделала я в рецепте. Ну, во-первых, я никогда не заливаю горячей водой, тут написано «залить горячей водой». Когда их посолишь, перемешаешь, они и так дают сок, они получаются в собственном соку. Во-вторых, в начале лета, когда еще нет перца, я перец не добавляю, у меня вот здесь только огурцы и только томаты. Что хорошо, на этот салат можно использовать все нестандартные огурцы, переросшие, потому что там мы их дольками порежем, они после стерилизации становятся мягкими. Зимой прекрасная закуска. Вот это уже не солонина, а это вот такая готовая закуска. Как пюре, клапши, к любой каше зимой. Раз, в чашечку, в глубокую. Вывалил одну баночку. Люблю делать маленькими порциями, чтобы съесть за раз и все. И еще я к этому рецепту добавляю, на дно наливая немножко растительного масла. Здесь не указано, но у меня именно я делаю как закуску. Видите, вот сверху растительное масло. Туда же добавляю один лавровый лист, по одному гвоздике одна, потом один горошек душистого перца и один горошек черного перца. Вот он, видите, у меня там перчинки плавают. То есть это немножко как бы будет более ароматный, более изысканный. Во-первых, он будет немножко маслянистый с маслом. Это не просто будет вода и помидоры. Воду не заливаю, потому что, вы знаете, томаты, они и сами хорошо дают резанный сок. А остальное все так же. Все по рецепту. Беру вот эти свои резанные томаты, которые у меня сейчас останутся от выемки семян. Добавляю огурцов, те, которые я проследила, и они переросли. Режу прямо вот на половинке. Один лавровый лист, одну горошину горького перца, одну горошину душистого перца, одну гвоздичку. Накладываю вот эту смесь, закрываю, прикрываю в баночки и стерилизую минут 5-7. Закатываю, укутываю все. Вот вчера после дегустации томатов я быстро-быстро все перемешала и махом 15 банок наложила, простерилизовала, закатала. И еще про соль. Тут написано солить по вкусу. Я вот на протяжении многих лет делаю, и у меня примерно ориентировочная дозировка сложилась. Я на 2 кг смеси добавляю 1 столовую ложку соли без верха. Но по вопросам соли у нас не может быть одинаковых дозировок, потому что кто-то любит более соленое, кто-то любит малосоленое. Вы вот первую партию, когда сделаете, запишите, сколько соли положили, на какой вес. А вообще чаще всего в таз вот эту вот смесь намешиваю, посолю и просто пробую. Я посолю, перемешаю, минут за 10 соль разойдется, я пробую, нормально мне или нет. Вот этот кубанский салат, это не что иное, как салат, который мы режем для еды на каждый день, просто простерилизованный и заготовленный на зиму. А, забыла сказать, что в каждую вот эту чайную ложку столового уксуса я добавляю. Иногда беру эссенцию, но тогда добавляю в чайные ложечки банки на 4-5 одну, если эссенцию. И вот про кубанский салат я начала говорить, мы же каждое лето режем какой себе салат. Режем помидорки, режем огурчики, туда что добавляем, можем добавить перец, если уже есть перец. Все посолим и перемешаем. Вот это точно такой же салат. Также мы режем помидорки дольками, режем огурчики, посолим, все перемешаем, добавим растительного масла, так же как летом, а потом хоп, баночку. Простерилизовали и закрыли. И вы зимой откроете, это будет почти тот же салат. Ну, конечно, он после стерилизации уже не то, но все равно. Аромат, вкус зимой и этот покажется очень вкусным, когда не будет у нас свежих огурцов и томатов. Я рассказала это очень-очень быстро. Приготовление, конечно, я не буду показывать, потому что на меня обрушился урожай. Борюсь с урожаем, мне некогда. Все, что буду делать, хотя бы вот так вот, кратко я буду излагать. Рецепт будет в описании к видео, но рецепт наипростейший. Как тут написано, произвольное количество. Вот это мне и нравится, что не нужно ничего вешать, не нужно ничего измерять. В произвольном количестве берем все, что у нас есть в данный момент в огороде. Например, я у меня больше помидор. Я беру больше помидор, меньше огурцов, потому что помидоры все равно некуда девать. Выбрасывать рука не поднимается. Они все диковинные, все вот эти редкие коллекционные. Съесть столько невозможно ведрами. Вот нарезали вчера три ведра вот таких вот мясистых помидор. Ну куда их? Вот кубанский салат будем. Борщевую заправку будем сегодня или завтра делать. Все заготовки, пора уже варить и лечо, и кетчупы. Но пока в данный момент кубанский салат наипростейший, быстро, просто и вкусно. Все, до свидания. Еще забыла сказать, это очень важно. Обязательно подписывайте, в какой банке, по какой рецептуре вы делали. Тетрадку куда-нибудь записывайте, чтобы потом внести корректировку. Вот вы зимой, например, откроете баночку, вам покажется, что она пересоленая или она недосоленая. А в какую сторону прибавить или убавить, вы не будете знать, потому что они все банки потом перепутаются, и вы не будете знать, какой это рецепт. Я вот всегда подписываю, даже если делаю много-много лет, даже если нет у меня пересоленого, недосоленого, подписываю только потому, что у нас у каждого салата есть свои поклонники, у каждой закуски. Я вот, например, вот такие не люблю, эти муж будет, например, есть. А мы больше сын, и я любим салат фасолевый, который является одновременно и заправкой для супа фасолевого, но и одновременно и салатом. Мы в первую очередь поедаем фасолевый, но его, если хорошо отличишь, а другие есть разные рецепты, разные вкусы, какие-то есть десертные, какие-то есть соленые, но на вид их иногда не отличишь. Вот такой же салат можно сделать в десертном варианте, еще с добавлением сахара, поэтому этикетки нужны обязательно, это мое мнение.